Привет, громадяне! Сегодня, по многочисленным просьбам моих воображаемых друзей, мы затронем первую часть серии игры Stalker. Так не будем же долго тянуть резину и приступим. В то время, пока казуалы гоняли в Обливион, Флотаут и Пятых Героев, а в каждой маршрутке и форточке можно было услышать Максим, Бандерас и Мистер Кредо с ихним медляком, элита ПК-гейминга шестой год ждала выхода Stalker, периодически совершая глубокие рейды на местные рынки. И, наконец, 20 марта 2007 года свет увидел тень Чернобыля. Все начинается с тревожной заставки, где шквальный ветер и раскаты молний дополняют трев машины и свет фар, рассекающих полумрак. Это совхозный ЗИЛ, который в три часа ночи вез пацанов из соседней деревни, которые, в свою очередь, накидались мутненькой на дискотеке под аккомпанементы местных ВИА. Смена кадров дает нам понять, что гостей не особо жаловали и выкатили им пиздюлей. Но и без того несладкий вечер своей ложкой говна в бочку дегтя разбавляет шаровая молния. Искра, буря, безумие, смерть. По счастливой случайности, рано утром на этом месте оказывается какой-то хер с горы. И, как оказалось, среди груды тел этиловых паладинов есть один живой. Не альтруизма ради, а корости для он тянет на горбу главного героя в какой-то бункер, где усатый Боровок, судя по всему, обгладывает останки такого же незадачливого кутилы. Узнав, что он живой, Боровок просит подать к столу, где впервые жертва, отойдя от комы, показывает свой крутой нрав и вырывает из засаленных рук свою мобилку. Придя в себя, мы выясняем, что это не каннибал, а местный торговец Сидорович. Называет он осмеченным, исходя из того портака, что набит у ГГ на предплечье. Также мы узнаем, что у нас амнезия, и мы уже должны. Но должны не за коммунальные и не встать на учет наркологичку, а должны забрать информацию у одного сталкера по кличке Шустрый. А Сидорович в свое время узнает инфу по стрелку, которого мы должны убить. В КПК так написано, видите ли. Бля, мало ли, что у нас в телефоне написано, хорошо хоть не на собственной растяжке подорваться. Выйдя наружу, смекаем, что может, ну и вовсе нахер. Смотрим по гугл-картам, где тут выход, и незамедлительно направляемся подальше от этого дерьма, которое нас ждет. Видим военных на горизонте и двигаемся в их направлении, надеясь на чудо. Чудо не произошло, но пару дыр в левом полужопе нас не остановили, и решено пробиваться тупо на пролом. Благо военные косые. И слава Григоровичу, у нас это получилось. Или как-то так. Ворота оказываются закрыты наглухо, и нам ничего не остается, как вернуться в деревню и согласиться с условиями Сидоровича. Вернувшись обратно, замечаем, что нас позывает боевитого вида сталкер по прозвищу Волк. Спрашиваем у него, не видел ли он Шустрого. Тот нам объясняет, что это их человек, но его гопнули братки и держат в плену неподалеку на АТП. Наш ГГ всячески пытается подгибать Волка, типа, шо ты сам засал, своих не вызволяешь и так далее. Последнее, чем бы я занимался, это провоцировать человека с автоматом. Ну вот серьезно. Благоразумие и мудрость опытного сталкера позволяет нам еще чутка пожить. Помочь людям в непростой ситуации, а заодно вернуть торговцу утраченное. Не особо поняв второй вариант ответа, мы соглашаемся помочь на общих интересах. Волк дает нам немного патронов и пистик. И отправляет к ребятам, которые ждут команды. По пути помогаем соратнику побороть похмелье. Добираемся до парней, говорим с Петрухой и соглашаемся выдвигаться на АТП. Так. Ну все, господа, забивайте жопу илом. Что? Ливер вылез. Ёбаная доля. Ага. Ливер вылез. Зачистив лагерь, находим Шустрого, спрашиваем про флешку. Он отдает ее нам, предварительно достав из ануса. И в благодарность за спасение предлагает спрятать член в его жопе. Указывает место тайника на карте. Перед тем как уйти, по рыхлому обшариваем тела бандюков, а дальше направляемся в деревню. По пути подгребаем к Волку, он нас благодарит и одаривает артефактом. Дальше спускаемся в бункер и отдаем флешку торговцу. Сидорович доволен и дает небольшую инфу по стрелку. В общем, по стрелку узнал кое-что. Есть такой сталкер. Говорят, дорогу на север зоны нашел. А места там не тронуты. Прям клондайк артефактов. Да. В общем... Выдвигает свои условия. Он помогает найти стрелка. Мы узнаем, кто мы есть и что вообще стряслось. А он получает информацию о дороге на север зоны. А вот и приключение наклевывается, да? Мы соглашаемся. Торговец дает заказ добыть документы, которые находятся на территории бывшего НИИ Игропром. Документы связаны с центром зоны, и они должны попасть в надежные руки своих людей. Указывает точные координаты и, благословив, отправляет. Гребем по навигатору, не забывая лутать, а также по пути осматриваем тайник. Да же голубя меня, босс, вон и чё. Да где же это, блять? Забираем артефакт и... Так, влазим отсюда. Э, ну-ка здесь мы что-лидем. Да, в смысле, как можно здесь встретить? Алло. Наш ГГ застрял. Я задолбался вылезать из этого скворечника. Но я нашел один способ, и это не загрузка сохранения. Вот поставьте сейчас видео на паузу и оставьте свой вариант в комментах. А тот, кто первый напишет правильный ответ, тот получит от автора канала. Выбраться помогла куртка. Так как она имеет свою текстуру, я ее использовал как ступеньку. Текаем от этого богом проклятого места. Пересекаем железнодорожную насыпь через туннель с аномалиями электро. Сразу же получаем по ватсапу голосовать Сидоровича, что из глубокого рейда прибыл сталкер. Он ранен и просит о помощи, и возможно знает о стрелке. Двигаем к нему. Находим на разваленных сталкера, он просит аптечку, но у нас ее нет. Шныряем по заброшкам и находим ее. Хилим лиса, он рассказывает, что лично не знал стрелка, но у него есть брательник серый, который сейчас находится на свалке. Вот он куда больше знает, и поэтому стоит расспросить его. Двигаем в сторону свалки, натыкаемся на блокпост, занятых братками, минусуем обоих, подбираем гадзилку и вывалимся на свалку. Сразу же становимся свидетелями невольного гоп-стопа. Следуя кодексу доблести и чести, пытаемся помочь бедняге. Так, как там второй колде учили? У меня ничего нет, не стреляйте! Вот это я понимаю, браток! Ну, как тебе? Заюбись, правда. Тут же на связь выходит сталкер нейтрал. Говорит бес командир отреда нейтралов. Мы выбили бандитов со стоянки брошенной техники. Хорошо. А, нет, еще полежу. Кто может помочь, присоединяйтесь. Отозвавшись на сигнал о помощи, подбегаем на стоянку, обещаем помочь бесу в стычке с бандосами. Пока есть время, затариваемся патронами. Готовимся к бою. Естественно! Эх, гопарики. Если бы они глянули на мой титул долбоеба, то можно было избежать напрасных жертв. После помощи бесу летим в сторону перехода на агропром. Получаем еще одно голосовое с просьбой о помощи. Ну, мы люди не гордые, надо, поможем. Разваливаем братков. Расспрашиваем у братела Лиса, что он знает по стрелку. Тот говорит, что сталкер по имени Крот нашел тайник стрелка. Скидывает его координаты. Он примерно там же, где и бумаги необходимы Сидоровичу. Дуем по координатам. Переходим на агропром. Друзья, подходит к концу первая часть серии роликов об игре Сталкер Тень Чернобыля. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Напишите комментарий, что можно добавить, убрать или поменять. Буду рад любому фидбэку. Увидимся!